Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами читаем 15 главу. Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не омывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал почитать отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то зачем, чем бы ты от меня пользовался?» Мы видим, что приходят книжники и фарисеи, приходят причем из Иерусалима. И как это замечает свидетель Иоанн Златоуст, «Иерусалимские книжники и фарисеи» «Были рассеяны по всем коленам и разделены на двенадцать частей, но те из них, которые жили в главном городе, были гораздо злее прочих, так как больше пользовались честью и более надмивались». Очень хорошее замечание свидетель Иоанна Златоуста. Дело в том, что действительно люди, которые живут в столице, приезжают куда-нибудь на периферию, особенно, может быть, даже с какими-то лекциями, то, что касается внутренней жизни церкви, есть такое присутствие некого московского лоска и надмения. В принципе, времена идут, но, в общем-то, люди не меняются, все в какой-то степени есть, и это звучит предостережение тем людям, которые действительно находятся в столицах и куда-нибудь ездят по приглашениям для прочтения тех или иных лекций. Поэтому здесь свидетель Иоанна Златоуста это очень хорошо замечает, что эти иерусалимские книжники и фарисеи, не написано просто книжники и фарисеи, а иерусалимские, поэтому, говорит, они пользовались болью и честью, поэтому они надмивались и были даже, как он говорит, злые по отношению к другим фарисеям и книжникам, которые жили, возможно, не в этом городе. Мы слышим упрек, который делают здесь книжники и фарисеи, и Христу, и его ученикам. Они говорят, почему они, вернее, даже Христу, они как бы боятся это делать, а делают ученикам, говорят, почему они пренебрегают преданием старцев, а не едят не омывши рук. О чем здесь идет речь? Конечно, речь не идет о том, что ученики Христовы не мыли руки перед едой. Речь идет о другом. Дело в том, что тогда было предание старцев, как и Христос здесь обличая их, отвечает, им говорит, «Вы держитесь предания человеческого, отвергая заповедь Божию». И в пример им приводят, что они отвергали пятую заповедь закона Моисеева, который говорил о том, что «почитай отца и мать, твою дам продлились дни жизни твоей на земле». Поэтому он здесь и говорит, что «а вы ее отвергаете» и говорите, если вы на храм даете пожертвования, то теперь можете родителей не почитать, потому что полностью посвятили себя Богу. Речь идет о предании человеческом. Дело в том, что в Священном Писании есть два понятия о предании. Есть предание апостольское, о котором апостол Павел так и пишет, «Стойте и хвалю вас, братья, что вы держитесь предания, которое я передал вам». Об этом сказано в 1 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Есть другие слова, 2 Фессалоникийцам, 2, 15, где говорится о том, что «стойте, братья, и держитесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». То есть есть предание, слово и послание. Это послание апостольское. Более предание апостольское. Более того, апостол Павел в этом же послании 2 Фессалоникийцам, 3, 6 предупреждает. «Отвращайся от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, так, как мы передали вам». Что же такое предание человеческое, и что такое предание апостольское в Священном Писании? Эти тексты, которые мы сейчас прочитали, Евангелие от Матфея, 15, с 1-2 стиха, параллельно место содержится в Евангелии от Марка, 7 глава, с 1 и по 8 стих. Там описываются одинаковые события, где фарисеи упрекают Христа, что ученики его не соблюдают омовение рук и едят хлеб не омывшись, и этим самым пренебрегают преданием старцев. Предания, о которых здесь идет речь, человеческие, за которые иудеи хотят осудить Христа, это предания, которые они придумали сами. То есть они придумали различные, кроме заповеди, придумали различные предписания и сами как бы делались законодателями вместо Бога, этим самым отвергая заповедь Божию. Итак, в Священном Писании, как мы увидели очень кратко, есть два понятия о предании. Предание человеческое и предание апостольское. Что такое предание апостольское? Это Дух Святой, живущий в Церкви с дней Пятидесятницы. Потому как предание — это не просто какие-то книги, которые православные хотят подшить к канону Священного Писания. Нет, предание — это Дух Святой, который дает возможность понимать человеку и принимать Христа в присущем ему свете, а не в естественном свете человеческих измышлений. Поэтому Христос это предание человеческое отвергает. И Церковь эти предания и всякие суеверия, которые есть внутри Церкви, отвергает. Но предание же апостольского, которое есть Дух Святой, живущий в Церкви, которое храняет Церковь, и Церковь хранит это предание. Поэтому предание — это не то, что мы придумали, в отличие от книжников и фарисеев, имея в виду апостольское предание, а то, что приняли и сохранили от самих апостолов и до сегодняшнего дня предание и благодать Святого Духа передается через апостольское рукоположение, о котором апостол Павел во втором послании к Тимофею, своему преемнику-епископу Тимофею, так и пишет в 1 главе 6 стих «Возгревай дар Божий, который в тебе через рукоположение». Итак, видим, что Христос отвергает человеческое предание и обращается к ним и говорит фарисеям и книжникам «лицемеры». То есть он говорит, что вы лицемерите, потому как вы ищете своего в служении Богу, поэтому придумываете свои заповеди и свои фантазии в религиозном смысле этого слова. «Хорошо, — говорит, — пророчествовал о вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Действительно, у пророка Исайи, если обратиться к Ветхому Завету, это 29 глава, 14 стих, 15 стих, и 14, 15, 13 стихи, они говорят об этом. И евангелист Матфей ссылается здесь именно на 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своей чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоволение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Мы видим, что евангелист Матфей не так дословно цитил пророка Исайя, но смысл, в общем-то, передается точный, что они занимаются изучением заповедей человеческих, то есть своих, которых они придумали, которых Бог им не давал. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте», 10 стих, «не то, что входит в уста, скверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли ты, что фарисеи, услышав слово, сие соблазнились?» Он же сказал им в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится, оставьте их, они слепые вожди слепых, а слепой ведет слепого, если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, «И здесь не нам притча сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все, что все входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». То есть здесь Христос говорит о том своим ученикам, которые подходят и не решаются сразу спросить Спасителя, и говорят, «И здесь нам притча сию, что это ты такое сказал?» Потому что народ иудейский держался тогда определение о чистой и нечистой пище, так называемой кошерной и некошерной пище, запреты на вкушение, которые содержались в 11 главе книги Левит. Иероним Стридонский, Анна Златоуст пишут по этому поводу следующее, что Бог, запрещая тот или иной вид пищи для вкушения, дал это не потому, что сама пища плохая, ибо все, что Бог сотворил, есть весьма хорошо, а по той причине, что иудеи были злы, и они были есть все, что угодно, все, что движется, лишь бы только насытить свой желудок, лишь бы только присытиться. И поэтому Бог дает им какие-то такие ограничения в Ветхом Завете для того, чтобы не было пресечения. А пресечения такие были. Мы помним книгу «Исход», когда Моисей шел на гору Синай, то эти люди сказали, где тот человек, который вывел нас из пустыни. И, как сказано, стали приступать и домогаться до Аарона, сделай нам Бога, сделали золотого тельца. И, как сказано в книге «Исход», стали есть, пить и играть, и говорить, вот Бог наш. То есть присыщенность приводит человека к этому состоянию, к состоянию отвержения Бога. Поэтому Бог дал ограничения тогда в пище и какой-то санитарный такой закон, что чисто, что нечисто. И в этом смысле Христос им говорит, что они еще сверх этого закона навыдумывали разных других законов, то есть омовении рук. Омовение рук, это было, пришел человек, например, если он пообщался с самарянином, нужно было совершить ритуал, нужно было окунуть свои руки, и вот так вот, чтобы все протекло здесь по локтям, это считалось омовением. Если человек осквернился более сильно, то он должен был там мыть ноги, или до пояса, или полностью, или с головой, все в зависимости от осквернения. Многие эти ритуалы придумали сами книжники и фарисеи. Бог им не заповедовал. Поэтому они осуждают Христа за то, что ученики Его не выполняют заповедь человеческую. И Христос им отвечает и говорит, не то, что входит в человека, оскверняет человека, а они настолько зациклились на этих внешних обрядах, что совсем забыли о внутреннем своем состоянии и совсем перестали следить за своим языком. Они только и ждали, и искали, за что бы осудить, за что бы кого наказать. Это был их смысл жизни. Осудить, наказать, подсмотреть, подглядеть, подслушать. Лишь бы только удовлетворить свое тщеславие и возвыситься над другими людьми. И Христос обличает их, говорит эти строгие, в общем-то, слова, лицемеры. И потом он говорит, не все, что мой отец небесный, да, сказал он в ответ. Всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится. То есть он говорит, что вы придумали эти заповеди, но отец мой небесный вам их не давал. Поэтому искоренятся ваши заповеди, ваши человеческие предрассудки. И говорит, что из сердца исходят злые помыслы. Вот о чем надо больше заботиться. А не о том, кто что съел, кто что внешне что-то сделал, о внутреннем состоянии. Есть в житейной литературе такая история, когда два монаха друг на друга клеветали, приходили к игумену и говорили один на другого, да вот он такой нерадивый, плохо молится. Другой говорил, да он плохо постится. И тогда игумен призвал их вместе и спросил, вот вы монахи, а вы мясо-то едите? Они округлили глаза и говорят, что ты, Ава, какое мясо, мы же монахи, мясо мы не едим. И тогда им игумен сказал, лучше бы вы мясо ели, чем вы друг друга съедаете. Ибо из сердца исходят убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, жилосвидетельства, хуления. Это оскверняет человек. Вот о чем надо заботиться и нам, когда мы приступаем к рождественскому великому посту, заботиться о чистоте своего сердца. А сердце очищается чтением Евангелия, ибо Слово Божие, как сказано, освящает человека. Сердце освящается к приступанию, когда мы приступаем к таинствам, к чтению отцов в церкви, перенимаем их опыт жизни, стараемся вглядываться внутрь себя, а не в грехи ближнего своего. Мы читаем далее. Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сейдонские, и вот женщина ханьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола господ». Их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Видим, что Христос уходит, он отворачивается от иудеев, которые только и ищут, как бы его уловить. Уже уловить не могут, он не нарушает ни одной заповеди их закона, поэтому они придираются к нему, говорят, что он человеческий, какие-то предписания, ученики его не соблюдают. И он уходит от них, поворачивается к ним спиной и идет, как сказано, в тирские и сейдонские страны, там, где жили язычники. И вот, как он только вступил на территорию Тира и сейдона, то сразу, видим, навстречу ему идет женщина, ханиньянг, то есть язычница. Отцы аллегорической школы говорят о том, что эта женщина представляет собой весь языческий народ, от которого Христос, к которому Христос повернулся для их спасения и отвернулся от тех, которые отвергли его, как сказано, пришел к своим и своей его не приняли. И вот эта женщина говорит, помилуй меня, Господи. Но мы видим, что здесь есть такие слова, Иисус какое-то время молчал и ничего и не отвечал. Что означало это молчание Христа, то есть, почему слово, сам логос, здесь перестало говорить и что-либо отвечать? Неужели Иисус Христос принадлежительно относился к язычникам, как думают, может, некоторые люди? Посмотрим, что по этому поводу пишет, например, «Он не отвечал ей ни слова, блаженный Августин». Цитата. «Мы читаем, Господь удалился в страны Тирские и Сидонские, затем женщина, хананьянка, перейдя границы тех мест, настойчиво искала помощи для исцеления своей дочери, которая была охвачена бесами. Тир и Сидон не являлись городами иудеев, хотя и лежали поблизости к ним. Это были города языческие. Итак, она закричала, ища помощи, она настаивала, но не было ответа. И не потому, что прекратилось милосердие, но чтобы стремление ее возросло. И не чтобы только росло стремление, но, как я уже говорил, чтобы и смирение ее удостоилось похвалы. Конец статы. То есть, Христос здесь молчит. Он воспитывает в ней терпение и смирение и смотрит, насколько действительно есть ее намерение. Как сказано, стучите, отворят. Толците, отворят вам. Просите, и дано будет вам. Поэтому, когда мы спрашиваем Господи, почему ты иногда не отвечаешь на наши молитвы? Бог испытывает наше терпение. Бог испытывает наше смирение. Зачем? Ведь Богу и так все известно для того, чтобы утвердить нас в вере в Него. Помните, как Бог испытывал Авраама в Бытие 22 глава? В Бытие 22 глава, когда Он говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, и принеси мне в жертву все сожжение. что? Зачем? Непонятно. И вот уже когда нож возносится над телом этого отрока, ангел Господень останавливает Авраама, говорит Авраам, Авраам, он сказал, вот я, теперь я знаю, что ты верен мне. Что Бог не знал своим промыслом, что Авраам будет верен ему, знал. Зачем делает это? Чтобы утвердить человека в вере в Него. И то, чтобы человек стал наследником вечной жизни. Ибо Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И этому учит нас. Поэтому и здесь какое-то время молчит и ничего не отвечает этой женщиной-язычнице. Но потом говорит им не гоже бросить, оставить детей, к которым я пришел, и бросить псам, язычникам. Так и пишет. Так и говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Почему? Потому что здесь его слышат и иудеи, для того, чтобы не было оправдания, что якобы он к ним не пришел и к ним не обращался на страшном суде. Он как бы их предупреждает, что оправдаться вам теперь невозможно. Потому что я пришел к вам. Снова повторю эти слова. Пришел к своим и свое его не приняли. Я пришел к вам. Все пророчества, которые есть в Священном Писании Ветхого Завета, они говорят о Мессии, о его пришествии, о его страданиях, о его воскресении, победе над смертью, не видит это, может, не видеть этого, может, только слепой. Но когда женщина услышала эти слова, она не обиделась. Она не сказала о том, ну, не нужно мне теперь ничего. Что же она говорит? Она проявляет действительно в высоту смирения и крутости. она говорит, так, Господи, согласна. Согласна, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола, господ их. Она проявляет смирение. И тогда Христос говорит твоя женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Видите, как он говорит, да будет тебе по желанию твоему. Что здесь произошло с этой женщиной, хананьянкой, с этой язычницей? Она уверовала во Христа. Она здесь исполняет молитву Отче наш, не просто на словах, как порой и мы. Бубним, да будет воля твоя, як на небесейной земли, да будет воля твоя, як на небесейной земли, но творим свою волю. Здесь он говорит, да будет по желанию, не по слову моему, а по желанию твоему. Она свою волю, свою душу, свои мысли привела в соответствие с волей Божией. И она исполнила эту молитвенную просьбу, да будет воля твоя, як на небесейной земли. Поэтому Христос говорит, да не будет по слову моему, но по желанию твоему. И мы как видим, что исцелилась дочь ее в тот час. По вере своей матери дочь исцелилась от беснования. Как это важно. Как это важно для нас, для родителей, которые имеем своих детей, которые просим о них. Некоторые, может быть, из них ушли в страну далече, может быть, пришли к такому страшному состоянию, как беснование. Но надежда есть. Надежда есть у нас молиться об наших детях, просить Господи, что и мы готовы, есть крохи, как и эта женщина сказала в это время Иисус Христу, проявив это смирение и терпение. «Передя оттуда пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ удивился, видя немых, говорящими, вечных, здоровыми, хромых, ходящими, слепых, видящими, и прославляли Бога Израилева». Видим, что здесь исполняется пророчество многих ветхозаветных пророков, Исаии, и малых пророков, о том, что и хромые будут ходить, и слепые видеть, и глухие слышать. Но здесь есть интересные слова в 31 стихе, что прославляли Бога Израилева. Не прославляли Христа, а Бога Израилева. Почему так? Потому что эти люди выходили из языческой страны, но они знали, что Он пришел из Израиля. Они еще пока не видели в нем Бога и Бога-человека. Поэтому не воздавали Ему чести как Спасителю, но воздавали чести Богу-отцу, Богу-Израилеву. Тем не менее, Христос исцеляет их. Как сказано во многих местах Священного Писания, что Бог по милосердию Своему делает это. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Мы видим, что люди не хотят расставаться со Христом. Они три дня уже находятся и следуют вместе с Ним и следуют за Ним. «И говорят им ученики Его, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали, оставшись кусков, семь корзин полевых, семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Видим, что это второе насыщение Господа и Спасителя Иисуса Христа людей хлебами. Первое, мы уже читали о нем, пять тысяч человек, теперь четыре тысячи человек. Поэтому здесь говорится, что было четыре тысячи человек, и никто не остался голодным. Здесь сразу вспоминаются слова для нашего вразумления, когда мы думаем, и работы нет, и чем мы будем детей кормить, и что нам делать, и ничего не получается, не получается на эту работу устроиться. Будем помнить о том, что нам заповедал Господь. Как мы и читали, это прежде, он говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Неужели вы думаете, что если так Бог одевает траву, которая по осени засохнет, сейчас ее соберут там и сожгут, неужели вы думаете, что Бог не заботится о нас, и Он говорит, маловеры. Поэтому для того, чтобы это понять, нам в нашей жизни нужно все выстроить в порядку, чтобы на первом месте был Бог. Если Он посылает какие-то скорби, то необходимо их претерпеть для того, чтобы воспитать в себе смирение, терпение. Если нет чего-то в нашей жизни, то просить у этого Бога с верой. Мы видим, что здесь Богу не чужды страдания этих людей. Он видит, что они голодны. Он видит, что три дня и сказано сжалился над этими людьми. Бог видит все. Он видит наши какие-то неустройства, видит наше, может быть, состояние какого-то голода или какого-то недостатка, но не надо думать, что Он ничего не знает и молчит. Помните, как одному человеку, когда мы были в паломнической поездке на горе Афон, то монах ему сказал очень удивительные слова, когда он спросил, почему мы просим Бога, а Он нам не отвечает. Тогда монах сказал, Бог разговаривает с нами обстоятельствами жизни, поэтому если Бог что-то посылает, будем принимать это с благодарностью и будем помнить, что Он все знает, все видит, все может. Поэтому не будем отчаиваться в наших обстоятельствах, будем доверять все Богу и полагать в Его руки. и все и все и Продолжение следует...